Совсем недавно на нашем телеканале вышла серия материалов, которая была посвящена оценке качества уборки тверских улиц и дворов от снега. Корреспонденты Тверского проспекта посещали все районные областной столицы, общались с местными жителями, рассказывали о крупных штрафах, которые назначались по инициативе районных прокуратур. Стоит признать, что спустя время интенсивность работы коммунальных служб заметно увеличилась. Впрочем, подобное касается далеко не всех городских территорий. Двор дома номер 32 по проспекту Корытково в Паралитарском районе Твери. Как рассказывают местные жители, они уже и не помнят, когда последний раз сюда заезжала снегоуборочная техника. Спасибо дворнику, говорят горожане, что убирает хотя бы возле входа в подъезд. Этим дело ограничивается. Никакой работы нет, за что мы платим вообще непонятно. Вот я старый больной человек, мне надо идти в магазин. Вы знаете, как это трудно сделать? Снег рыхлый, когда плюсовая температура, а под снегом сплошной лёд. Люди падают. Вот вчера буквально мужчина молодой упал, и он не мог подняться. Значит, что-то с ним случилось. Упасть на этих дорогах действительно не мудрено. Повсюду каша из снега и песка, а там, где её нет, гололёд. Вот такая каша, пройти вообще невозможно. Мы не знаем, как пройти. Вот сюда в магазин надо пройти через скорую помощь, как раз по этой каше. А я ещё работаю в детском саду и хожу с работы в 5 часов утра. Темнота, гололёд, и вот эта каша не вылезти. Правильно, переломаешься напрочь. А переломаешься, отправишься в травмпункт. К примеру, в тот, что на Беляковском переулке 9. Правда, добраться до дверей медучреждения тоже тот ещё квест. Пока дойдёшь до врача, с переломом или ушибом набьёшь себе новых шишек. Печально шутят горожане. Безобразие. Вот я иду с больной ногой, это просто бардак какой-то. Ну, неужели нельзя очистить около травмы? Вот такое вот безобразие. Это сейчас хорошо, маленько расчистили. А то вообще снег месили. А под снегом лёд. Страшно было просто. Вообще. И это уже не первый год такая вещь. Лучше бы не попадать бы сюда. Отметим, что именно Пролетарский район пока с точки зрения качества уборки городских улиц и дворов вызывает у надзорных органов больше всего претензий. Не так давно наш телеканал рассказывал о том, как вместе с сотрудниками прокуратуры представители ГИБДД проводили контрольные мероприятия на улице Бориса Полевого. В частности, измеряли высоту и ширину снежного покрова на обочинах. Итоги этих проверок оказались неутешительными для городских служб. По результатам проверки, проведённой в январе текущего года, выявлено нарушения, связанные с надлежащей уборкой улиц территории Пролетарского района. По результатам принятых мер прокурорского реагирования, два должностных лица привлечены к административной ответственности. Каждому лицу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, в прокуратуру района внесено два представления. Нарушения в процессе их рассмотрения устраняются. Прокуратура осуществляет контроль за устранение нарушений в полном объёме. Примечательно, что это далеко не первое подобное наказание для коммунальных служб Твери. Напомним, ранее стало известно, что штрафы в отношении МУП ЖЭК и Дорожного департамента администрации города назначены за некачественную уборку снега в Центральном, Заволжском и Московском районах. И кажется, что это ещё далеко не конец. Мы же продолжим следить за работой городских служб и ждём ваших сообщений на тему некачественной уборки улиц и дворов Твери.